Дорогие друзья, предлагаю поговорить по коре, потому что огромное количество информации. Информация иногда совершенно беспредельная, много суеты, паники, совершенно иногда необоснованной. Поэтому хотелось бы расставить точки над «и» и объяснить, что, почем, вообще что происходит. Самое главное, давайте рассмотрим такую вещь, как история болезни. Вот корь – история болезни. Вот человечество, сколько оно существует, рядом с ним существует корь. И всегда все корью болели. То есть, вот есть такое понятие – всеобщая заболеваемость. Вот понятие «всеобщая заболеваемость» имеет прямое отношение к такой болезни, как корь. Всегда, во все времена, все люди на земном шаре болели корью. Были определенные острова, где корью не болели. Когда туда ступила нога белого человека, там вымерла большая часть населения, именно от корей. Итак, всегда, всегда болели корью. К чему это приводило? Вот эта всеобщая заболеваемость корью. Никогда не было такого, чтобы умирало меньше 1% заболевших. То есть, из 100 детей один всегда умирал от корей. Во все времена это был идеальный вариант. Один ребенок из 100 болели именно дети. После того, как на земле появились антибиотики, смертность немножко уменьшилась. Ну, немножко даже мягко сказано, смертность уменьшилась в 10 раз. Стал умирать один ребенок из тысячи. Не потому, что антибиотики лечат корь. Корь – вирусная инфекция. Но при коре возникают очень часто бактериальные осложнения, которые могут погубить человека. Вот, ликвидировав такие осложнения, мы пришли к тому, что умирать стал один из тысячи. Итак, общество, человечество может вообще не рассматривать тему вакцинации от кори. Ну, не надо прививать детей. И тогда мы будем платить просто цену. Каждый ребенок будет корью болеть. Один из тысячи будет умирать. Два-три будут иметь осложнения в виде менинга, энцефалита. Ну, и оставаться просто, извините, без мозгов. Или слепота. И куча других, менее или более серьезных осложнений. Итак, вот есть цена, которую общество может заплатить за корь. Или, другой вариант, общество может прививаться. Если общество принимает решение прививаться, ситуация меняется самым принципиальным образом. И корь просто исчезает с лица земли. С лица той страны, где эта вакцинация происходит. Ну, просто у всех есть противокоревой иммунитет. Самое страшное, самая безумная ситуация возникает тогда, когда общество принимает решение прививаться, но половина прививается, а половина не прививается. К чему это приводит? Это приводит к тому, что болеть начинают взрослые. То есть, когда не привит никто, то с вирусом люди встречаются в детстве. Когда привита половина, то шансы встретиться с вирусом в детстве уменьшаются. И с вирусом начинают встречаться взрослые. А взрослые болеют намного тяжелее детей. И тогда цена болезни, цена кори многократно возрастает. И взрослые начинают умирать. Итак, еще раз фиксирую внимание. Самое страшное, что может быть, это ситуация, при которой в обществе половина прививается, половина нет. Общество должно принять решение. Мы прививаемся или нет. И общество, приняв это решение, хочет добиться оптимального результата. Вот оптимальный результат в обществе, которое принимает решение о вакцинации от кори, должно быть привито не менее 90%, идеально 95-98% всех жителей. Тогда вирусу просто невозможно циркулировать. Негде. Все невосприимчивы к кори. И тогда болезнь исчезает. Это первое. Далее. В чем возникает на сегодня огромные сложности у нас? Ну, конечно же, мы попали вот в ту беспредельную категорию стран, где половина привита, половина не привита. Но самое страшное в том, что у нас огромные проблемы со статистикой. Эти проблемы просто драматические. Ну, я уже не говорю, а огромное количество людей, якобы привитых, привитых только на бумаге. Это раз. Второе. Даже сейчас, когда люди реально болеют корью, потому что количество привитых значительно уменьшилось, мы адекватной информации не имеем. Прежде всего потому, что мы не очень далеко ушли от системы планирования, наших всех дурацких проверок, отчетов, бумажек и так далее, и так далее. Если у вас много больных с корью, к вам едут куча комиссий, вас проверяют, вы получаете по голове от всего начальства, поэтому скрыть всегда проще, чем показать. Это раз. Второе, что вы четко должны понимать, то, что врачи частной практики, ну, фактически лишены возможности нормально лечить корь. Корь лечится только в инфекционных больницах. Только. И это, кстати, одна из главных особенностей кори. Я хотел бы на этом отдельно остановиться. Корь – так называемая летучая инфекция. Вот это понятие «летучая инфекция» очень важно. Что это значит? Если больной находится в 100, в 200 метрах от вас, с током воздуха, с потоками воздуха, вы все равно можете заразиться. То есть, когда больной с гриппом зашел в класс, он может заразить в классе, но не заразить в соседнем классе. Ребенок, который пришел с корью в школу, инфицировал всю школу. Если в конкретном подъезде на первом этаже детеныш с корью, то на девятом этаже в контакте с корью. Вот это вы должны четко понимать. Так вот, в этой ситуации больные с корью лечатся только в определенных полностью герметичных боксах, которые находятся только в инфекционных больницах. И таких больниц у нас частных нет. Это наши все крутки, которые привыкли лежать в крутых палатах, чтобы вокруг них все кругами бегали. Вот вы четко должны знать, когда вы или ваш ребенок корью заболеет, ни о какой частной клинике можете не мечтать. Будете лежать в нашей нормальной постсовковой инфекционной больнице с тараканами, с беспределом и со всем остальным. Это вот вас точно ждет. Об этом хотя бы думайте, отвечая на вопрос, прививаться или нет. Но вернемся к статистике. Огромное количество случаев кори в информационное поле не попадает. О них просто не сообщают. Иногда вообще не ставят диагнозы. Иногда вместо кори ставят какую-то аллергию, краснуху и так далее. Это первое. И самое страшное, что самое страшное, мы не имеем нормальной информации о смертности. Потому что больной с корью может, например, умереть от пневмонии. То есть причина смерти будет коревая пневмония или коревой менингоэнцефалит. И сплошь и рядом по статистике проходит причина смерти. Не корь, не коревая пневмония, а просто пневмония или менингоэнцефалит. А то, что корь вызвала менингоэнцефалит, никто не сообщает. И реально мы знаем о шести, сто процентов, шести погибших от кори в Украине, но до МОЗ, по-моему, дошло только два случая реально официальной статистики. Все об этом знают. Отсюда еще одна проблема. Это вообще глобальная проблема кори и вакцинации. Вакцинация оказалась настолько эффективна, что люди забыли, что такое кори, люди перестали бояться кори, но люди боятся вакцинации. То есть эффективность вакцинации работает против самой вакцинации. И вот сейчас мы имеем вот эту глобальную проблему, что вы наконец-то, несмотря на многочисленные предупреждения, разговоры о том, что корь придет обязательно, вот наконец-то люди поняли, что корь есть на самом деле. Но вы даже сейчас не понимаете реальных масштабов того, что происходит. Потому что как минимум, я это гарантирую, как минимум половина случаев кори в нашей стране в информационное поле не попадает. И если вы думаете, что в вашей деревне или в вашем городе все красота, а именно в Одессе, в Киеве и в Ивано-Франковске плохо, то вы, ребята, ошибаетесь. Достаточно серьезно везде. И если у вас не серьезно сейчас, то серьезно будет через две недели, если вы немедленно не отреагируете. И тот факт, что вот сейчас люди начинают суетиться, потому что некая Мерья приняла решение не пускать непривитых в школу, так та, которая этого решения еще не приняла, они тянут. Они ждут вот этих гробиков, чтобы потом принять решение на людской панике. Поэтому с этим тянуть нельзя. Это надо делать немедленно. На это я обращаю ваше внимание. Что делать сейчас? В двух словах. Потому что на самом деле информации огромное количество. Заходите, берите, она бесплатная и свободная. А вакцина от кори есть. Вакцина от кори, это кори-краснуха-аппаратит, вакцина импортная, бельгийская, она в свободном доступе. По крайней мере, для детей она есть в неограниченном количестве. Обращаю внимание, если вы зашли в поликлинику и сказали в поликлинике, что вакцины нет, пожалуйста, не поленитесь на сайт МОЗ, в фейсбук-странице МОЗ. Сообщите о том, что в такой-то поликлинике вам вакцину отказали сделать. Вакцинироваться желательно, ну, положено, два раза, в годик и в шесть лет. И этого достаточно для полноценного иммунитета. В эпидемию, во время вспышек, то есть, условно говоря, вот сейчас в городе Киеве, допустим, вспышка, по всем нормативным документам ВОЗ можно вакцинироваться не с года, а с девяти месяцев. Обращаю на это внимание. Если вы сомневаетесь, привиты вы, не привиты, нужна прививка, не нужна, вы должны четко понимать, если вы даже два раза правильно привиты, то ничего страшного с вами не произойдет от третьей вакцинации. Исключительно материальные потери, если придется купить вакцину. Это раз. Второе, что вы должны знать, и это тоже очень-очень важно. Если вы страшно сомневаетесь, нужна прививка, не нужна прививка, у вас есть возможность сдать анализ крови и выявить наличие или отсутствие защитных антител. Сделали анализ, определили, и анализ, собственно говоря, четко говорит, надо вакцинироваться или нет. Другой вопрос в том, что цена анализа, как правило, выше, чем цена вакцины. Поэтому, если есть вопросы, я лично рекомендую не анализ задавать, а привейтесь. Хуже от этого не будет однозначно. Качественная современная вакцина, которая в большинстве случаев достаточно легко переносится. На этом с корью я пока говорю паузу. Если будут вопросы, может быть, буду на них отвечать со временем. Но сейчас хотел бы остановиться на другом. Ребята, я вас год назад, вот все общество предупреждал по поводу кори. Общество требует трупов. Без трупов, вот вы не готовы верить, да? Сейчас я вас хочу еще раз предупредить. Ребят, правда, корь – это разминка, это цветочки. Будет хуже. И корь покажется вам сладкой ягодкой на тортике. А вот тортик – это дифтерия. И с ней все не так просто. Потому что корь, вы однократно привились, и у вас уже на 80-85% есть защитные антитела. С дифтерией надо привиться три раза, минимум подряд. Потом еще раз через год. И потом каждые 10 лет вакцинироваться. Поэтому с дифтерией так быстро создать у всех иммунитет не получится. И с бельгийскими вакцинами есть проблема. И так далее, и так далее. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что абсолютно глупо сейчас, в это время, когда такое количество детей не вакцинировано от дифтерии, требовать для школы, для детского сада вакцины от кори, и это ставить условием посещения детского сада и школы, но не вспоминать про дифтерию. А дифтерия как? Причем, ребята, с дифтерией же ситуация следующая. Вы, может быть, прекрасно привиты, но взрослые, дяди, тети, в прошедшую эпидемию дифтерии взрослых умерло в два раза или в три раза больше, чем детей. Когда вы за последние 10 лет от дифтерии прививались? Привейтесь, пожалуйста. Вы должны знать, дифтерия – это не один на тысячу умирает. При дифтерии без сыворотки умирает 50%. С сывороткой в лучших клиниках мира все равно смертность 10-15%. То есть каждый десятый заболевший умирает. С сывороткой в стране напряженка, мягко говоря. Недавно страшное событие было, ну, страшно великое событие, я бы на месте СМИ трубил бы о нем на каждом углу. Нам таки Индия дала несколько доз противодифтерийной сыворотки. Будет дифтерия, эти дозы, ребят, закончатся за два дня. И мы останемся бы из единственного препарата, которым надо с дифтерией лечить. Поэтому я сейчас не агитирую вас за вакцинацию. Я вообще обращаюсь к людям, которые верят в то, что Комаровскому не платят производители вакцин. Просто если вы мне верите, мой вам совет. Ребят, ни с кем не связывайтесь. Обратите внимание на то, привит ваш ребенок от дифтерии или нет. И еще раз прошу, обратите внимание на себя. На себя. Никто на вашего ребенка внимания не обратит. И вы, тем более, никому не нужны. Если последние 10 лет вы не прививались, есть специальные вакцины именно для взрослых. Для поддержания противодифтерийного иммунитета. Оторвите попу от дивана. Ребята, дифтерия придет обязательно. Она не может не прийти. Есть биологические законы. Умрет много людей. Это не корень. Это гораздо хуже. Гораздо опаснее. Пожалуйста. Кто-то хочет пойти по пути естественного отбора. Бог им судья. Но вы нарожали детей. У вас, взрослых, больше шансов умереть от дифтерии, чем у ваших детей. Понимаете? Вы же должны вырастить, в конце концов, детей, которые вы нарожали. Поэтому, пожалуйста, привейтесь, займите этим вопросом. Не ждите, что ваш работодатель вас привьет, что государство. И знаете, я посмотрел статистику о том, что у нас беспредел с вакцинацией, и о том, что надо собрать Совет национальной безопасности по этому поводу. Я впервые написал в 2010 году. Восемь лет назад. И после этого писал об этом. И призывал, ну, сотни раз. Сотни. Это никто не слышит. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ребята, давайте спасаться, в конце концов. Надеюсь, вы сделаете правильные выводы. Будьте здоровы, и да, обойдут вас инфекционные болезни стороной. Будьте здоровы, и да, обойдут вас инфекционные болезни стороной.